Пошли, поворотик идем. И раз, два, три. Каждое их выступление – рассказ о нашем крае, о нашей культуре. Ничего более динамичного и аутентичного публика не видела. Музыкальный калейдоскоп танцорам аккомпанируют музыканты на аккордеоне, подпевают хористы, и все вместе это приправлено актерской игрой и красотой. Раз, два, три, четыре. Каждое движение артисты оттачивают до автоматизма, репетиции до седьмого пота. А как иначе? Ведь только так можно добиться того, что называют чуточку больше, чем идеальный танец. Их знают и любят. В свое время артисты Ставрополя покорили Европу и весь мир. Им рукоплескали жители Франции, Португалии, Японии. Парижская публика даже топала ногами во время их выступления. Перепуганных артистов успокаивали. Так здесь восхищаются происходящим на сцене. Мне потом сказали, что когда они так делают, то они выражают этим свой восторг артистам. Топочат ножками. Ну, такие вот бывают случаи интересные. У балетмейстера Юрия Зель всего одна запись в трудовой книге. Он работает в ансамбле со дня его основания. Объездил полмира. Гастроли такие частые, что уже поменял два загранпаспорта. Некуда ставить визы. Говорит, их везде принимали очень хорошо. Но ни в одну точку мира ему не хотелось возвращаться так, как на родину. Начиная с Урала, продолжая Сибирь, Дальний Восток, заканчивая на севере гастроли. Красивей страны нашей Ингии нет. Поверьте, мне есть с чем сравнивать. За 38 лет в ансамбле сменилось не одно поколение артистов. Кто-то уходит, а кто-то приходит. Алина совсем еще новичок. Танцует в Ставрополе только два года. Мало кто знает, сколько труда стоит за этой ровной осанкой. Репетиции шесть раз в неделю. А по-другому тут никак. Святая святых ансамбля. Костюмерная. По этим нарядам можно изучать географию страны. Костюмы донских, кубанских, терских, запорожских казаков. Некоторые из них ровесники ансамбля. Ноги реконструированы, но первоначальный вид сохранен. Вот на казачий пляс мужской костюм. Бубны. Терский праздничный костюм. Белая черкесская всегда ассоциация с праздником. Сегодня в гардеробной больше двух тысяч нарядов. На костюме ни одной случайной детали. Каждый элемент скрупулезно продуман. Ведь в артисте все должно быть прекрасно. И то, как он двигается, и то, как он выглядит. Ансамбль вырос из чисто казачьего репертуара. Творческий коллектив совмещает традиционное и современное направление. Сегодня у ансамбля целый день репетиции. Отмечать праздник будут, но в пятницу. Потом будет некогда. Впереди несколько недель гастролей по Центральной России.